МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы узнаете в подробностях О социальных выплатах на Кубани О том, когда благоустроят набережную Анапы Какой будет Крещенский парк на курорте О том, как Народная театральная студия Многоточия Анапского центра творчества Стала лауреатом первой степени На Всероссийском театральном фестивале в главной роли И не только об этом Глава Кубани Вениамин Кондратьев утром в понедельник 4 апреля Сделал заявление для журналистов Отметил, что в регионе сохраняются все социальные выплаты В полном объеме И положенные по закону выплаты Людям будут предоставлять без задержек в установленные сроки По словам губернатора, в нынешних экономических условиях Главной задачей остается поддержка жителей Кубани Сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края Тему продолжим далее По словам губернатора, в нынешних экономических условиях Главной задачей остается поддержка жителей Кубани Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края Сегодня в нынешних экономических условиях Наряду с развитием экономики Продолжением строительства социальных объектов Главной задачей остается поддержка жителей Мы сохраняем все социальные меры в полном объеме И продолжим предоставлять их без задержек в установленные сроки Только по линии Министерства труда и социальной защиты края Жителям доступны 85 льгот и пособий Из них 30 выплат касаются помощи семьям с детьми На эти цели в 2022 году направим 37 миллиардов рублей Это в том числе средства краевого материнского капитала Ежемесячные выплаты при рождении первого, третьего или последующих детей На ребят в возрасте от 3 до 7 лет Также губернатор отметил, что с 1 мая можно будет направить заявку На портале госуслуг на получение новой выплаты На нее могут претендовать семьи с детьми от 8 до 16 лет В которых доход меньше прожиточного минимума Эта мера поддержки разработана по поручению президента России Владимира Путина К краевым материнским капиталом в размере 139 493 рубля В 2022 году могут распорядиться более 4,5 тысяч семей Его предоставляют однократно в рамках национального проекта «Демография» При рождении или усыновлении третьего, либо последующих детей Средства можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование или реабилитацию детей Ежемесячную выплату при рождении первого ребенка на Кубани получают родители более 45 тысяч детей Поддержку предоставляют семьи, в которых доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума Установленную для трудоспособного населения Деньги выплачивают до трехлетия ребенка Ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих детей составляет 11 784 рубля Сейчас ее получают родители более чем 24 тысяч ребят в регионе Денежные средства также выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста Выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получают родители более чем 130 тысяч ребят Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал Набережную Анапы благоустраивают к сезону Во время рабочего обхода главной курортной магистрали Мэр Василий Швец поставил ряд задач по ее подготовке к сезону 2022 Благоустройство здесь уже идет Рабочие перекладывают ротуарную плитку в местах, где за зиму образовались провалы Моют прогулочную зону Еще немного и зацветут тюльпаны Вернется на место арт-объект алой паруса после реконструкции На фоне подготовительных работ в глаза бросаются недостатки Василий Швец поручил обновить потрепанные штормовыми ветрами фонари парусники Заменить лампы вечерней иллюминацией Провести обрезку деревьев и дополнительное озеленение Помыть плитку Информационные стенды с навигацией по курортной зоне морально устарели Их заменят на современные На нижнем ярусе обновят лавочки, усилят озеленение территории Особое внимание торговли Шалманы и развалы недопустимы Только минималистичные, современные, легкие конструкции В соответствии с дизайн-кодом Анапы Все подготовительные работы должны быть завершены к 1 мая Также по результатам обхода мэр поручил главному архитектору Анапы Карине Бронниковой начать подготовку концепции развития центральной набережной В Анапе разработали проект будущего Крещенского парка Напомним, парк Крещения Руси был заложен еще в январе Сейчас же стало известно, что расположится в зонах парка Благоустроенное общественное пространство объединит современные архитектурные решения и православную символику Автор проекта – главный архитектор Анапы Карина Бронникова Проект разработан совместно с группой развития городской среды На участке общей площадью 7,5 гектар выделены две зоны Первая представляет собой храмовый комплекс Включающий храм в честь святого равноапостольного князя Владимира Строительство которого сейчас на стадии завершения Храм в честь державной иконы Божьей Матери – библиотеку Дополнят ансамбль здания воскресной школы Административный корпус – центр русского ремесленничества Вторая зона – православный тематический парк В котором будет создан маршрут, посвященный истории Крещения Руси Информационные стенды расскажут об этапах важного для страны события Маршрут символически завершит Большая купель На территории расположится Большая площадь для проведения православных мероприятий Зоны отдыха, амфитеатр для церковного хора, плоскостной фонтан, спортивные и детские площадки Новое комфортное общественное пространство станет центром притяжения для всех жителей и гостей курорта Объектом паломничества для верующих из разных уголков страны Приступить к реализации проекта планируется в ближайшее время Особое внимание будет уделено озеленению Большинство деревьев и кунстарников будут вечно зелеными С целью снижения заторовых ситуаций на Субсехском шоссе изменена разметка Теперь открыт левый поворот со стороны села Субсех в направлении микрорайона Гаргипе Ранее там была двойная сплошная И в мэрию неоднократно поступали обращения жителей с просьбой изменить здесь организацию движения К тому же на трассе постоянно образовывались пробки Вопрос был вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения города-курорта Было принято решение направить в Министерство транспорта Краснодарского края письмо с просьбой об изменении разметки Поскольку это дорога регионального подчинения Ходатайство поддержали и в минувшие выходные разметка была изменена В апреле в Анапу пустят дополнительно 100 поездов На майские праздники россияне уже купили на 21% больше билетов на поезда, чем годом ранее Сообщили в федеральной пассажирской компании Чтобы мест хватило всем, ФПК планирует назначить около 400 дополнительных составов на востребованных направлениях Для вывоза пассажиров в условиях ограничения авиасообщения на южном направлении С 24 февраля было назначено 168 дополнительных поездов на 75 тысяч мест В том числе в Анапу, Адлер и Новороссийск В апреле в планах отправить еще свыше 60 тысяч пассажиров Более чем в 100 дополнительных поездах, отметили в компании Очевидно, что интерес россиян к путешествиям поездам связан не только с недоступностью перелетов во многие южные города Но и с замерзшими ценами Стоимость проезда в плацкартных вагонах не зависит от спроса, поскольку регулируется государством А тарифы купейных вагонов на южных направлениях в марте в связи с закрытием аэропортов Были зафиксированы и не выросли, несмотря на спрос Народная театральная студия «Многоточие» Анапского центра творчества стала лауреатом первой степени на Всероссийском театральном фестивале в главной роли На несколько дней в Сочи приехали любительские театры со всей страны Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Воронежа, Севастополя, других регионов и городов Краснодарский край представила студия «Многоточие» со спектаклем «Вознесенский.поиск.ру» по произведениям поэта Жюри, в состав которого вошли деятели искусств из Москвы и Петербурга, высоко оценила актерскую игру и замысел постановки режиссера театра Гайны Визерян Также спектакль отметили специальными дипломами Лучшая режиссерская работа, лучшее художественное решение спектакля и лучший актерский ансамбль А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104 Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции Прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104 Далее о погоде в городских подробностях спонсор прогноза погоды – океанариум в парке 30-летия Победы Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке Планета Океан Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой Спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря Собственный охранник зоопарка Леопард Ричард И это не телепередача «Мире животных» Это океанариум Планета Океан в парке 30-летия Победы Во вторник, 5 апреля, нас ожидает солнечная погода Температура воздуха днем плюс 9 градусов Влажность воздуха 65% Ветер подует с юга-запада со скоростью 6 метров в секунду Порывы до 11 Возможны осадки Температура воздуха ночью плюс 6 градусов На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать Напоминаем, все новости и передачи 39 канала Вы можете найти на сайте anapanews.com Новости, актуальная информация, интересные события и факты anapanews.com До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова